Сегодня 12 сентября 2017 года, вторник. И вот на усадьбе Володи техническую воду брали, она не освещенная была, чистая, хорошая, но брали от скворечника. Вот сейчас поднимают Володя, Сергей Егорович Игнатов с Украины приехал и Никита. Вот потихоньку опускают теперь в колодец. Почистить. Ждали сентябрь, когда и уровень грунтовых вод понизится. А как только сейчас опустят, все там под скребут, сразу святой водой окропят и можно отсюда будет брать, пить, она устоится. В городе ничего этого нет, краник открыл и все еще сравнивают, это же большая. Купи насос, проведи шланги. Ее откачивали в воду с утра. Она текла и текла в огород. Полные баки, все залили еще есть. Хорошие колодец калашникова копали Петра Григорьевича и Докея Тихоновна. Ну и ребята у них молодцы, там Даниил, Марк, Денис, работяги все. Какие родители, такие дети. Ни один не бродяжничают. Это Володя, он считай, сиротинка все делает сам. Я к ним не лезу. Я рядом, подсказать где, если чего. Так, тебе, если это мерить надо, вон гайка где лежит, на крыце. Не-не-не, надо завязать ее лестницу, чтобы она не падала. Ну завяжи. А то она плохая, она на солнце была. Она не крепкая нитка, веревочка. Вот там веревка лежит альпинистская. Это Николай Шевченко, был руководитель альпинистских групп, тренер в Барнауле. Ну и там у него, видимо, можно было достать, и я купил целый тюк альпинистской веревки. Вот чтобы показать ее, как она выглядит. Вот как она, толщины какую. Вообще-то чуть не впались. Ну они прошли на Эверест. Группа была 5 человек. Элленбанк финансировал, писала газета «Время и деньги». На обратном пути с Эвереста остался, кажется, один плотников живой. Он заболел и отстал, вот как группа Дятлова. А эти все погибли, там и лежат по сегодняшний день. Оттуда никто не выносит. А память осталась его веревка. Николай Шевченко. И что интересное. Элленбанк лопнул, то есть обманным путем. Закрыли, видно. Вкладчики потеряли вклады. Газета «Время и деньги» исчезли. И группа погибла. Все. А до этого там фотографии были. Газета хорошая. Там «Время и деньги» и «Храм Божий несовместимы». В это «Время и деньги» газета называлась «Храм Божий и торговля несовместимы». Моя статья там была напечатана. Это в слове «Для Слова Божия нет». УЗ книга у меня есть. Вот такая память остается. Он все голосовал за Жириновского. Жена у него Наташа Каньева. Врач по всем специальностям. Там и тибетская медицина, и университет окончила медицинский. Вызывает его Москву. Там нуждаются в ней. Интересно, муж ее Николай. Погиб, как спортсмен. Прошло время, вышла замуж за второго. Второй раз вышла замуж. Сплав был по реке. Здоровый, крепкий мужик. Перевернулась, все, и он утонул. Вот интересно, как. Кажется, такие мужики цены нет. Спортсмены. Как дуб такой здоровый второй был. Утонул. А вот, видишь, маленький Володя живет. Этот мне-то мой рост, метр семьдесят. У Сергея Игнатова живет, ездит везде, ночует в поле. У нас тут у Устинового, моя сестра за Устиновым. Вот. А отец у них, Александр Иванович, всю войну был начальником радиостанции, видимо, у Константина Константиновича Рокоссовского. Всю войну прошел на передовой. Ну, не надо говорить, кто такой Рокоссовский. И у него восемь сыновей, у Александра Ивановича, и две дочери. Ну, и самый из них ловкий был в десантных войсках спецназначения Миша. Где драться, где что он там был. И во время драки стоял человек с газетой в руке в стороне, потихоньку проходил мимо, бросился и ударил прямо в сердце. Уголовник. Уже давно отсидел дома. А такой прям, как же это, никуда не годный, спокойный, то есть негодный, то есть он годный, как никуда не годный. Ваня стал священником у старообрядства белокринитского согласия. И живой. Тот ловкий был, нету, давно в могиле лежит. Если бы эту ловкость употребляли на работу, только а не на глупости, вот по горам лазить, что бы ему не жить-то. Ни один из них не болел. Я-то считаю, как самоубийство. Чего там на жамалумбии делать-то? Ничего не надо. Не надо. Вот Федор Конюха все ездит, вот говорят, там пишут. Зачем? Зачем он стал священником? Кому он проповедует? Медузам? Что вы делаете пилить? Вы что делаете-то? Зачем пилить это? А я сейчас подпорку, подпорку сделать для строковки, чтобы лестница туда-сюда не ходила. Там ее на веревочке привязали. Так у других палочек разве не было, такую хорошую пилить? У нас палочек море. Ну, в общем, имейте в виду. Она держится нормально на завязке-то. Нормально. Где пилить? Что пилить, сюда у нас не спрашиваете, потому что у нас много разного. Вон они длинные, горбатые, все можно брать. А это прям прямая. Так, давайте помолитесь. Благослови Господи. И труд наш сделай полезным, безопасным. Имя Твое Святое да прославится в трудах наших, в жизни нашей, в вере в Тебя, умершего за наши грехи. Слава Тебе, Господь наш Иисус Христос, Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. С Богом. Лопату сразу бери в ведро. А у вас вот эта стоит поперек палка, не будет мешать для ведра? Ведро-то сильно большое. Попробуй как? Попробуй, просунь его. Ну ладно. Поднимем до сюда, потом давай. В принципе, можно выдрать, если надо будет. Опять насос висит. Оно упадет вниз. Так, что там такое делается? Ты каску-то надевай. Да. Чуть-чуть вот тут уголок подбить. Там каска, а тут каска. Под подбородком. А там обрез. Я пробовал. Хорошо. Подвяжу на банке, а там лишнее обрез. Давай. Подвязываю. Чтоб не задавила верёвочка тебя. Надо резинку было надеть. А где её сейчас найдёшь тут? Она под горло так довонёт, заломит тебе и всё. А если пока монтировкой... Володя, мне это не нравится, что на завязках. Так не делается. Ну вот она снимается. Ладно. Никита, монтировочкой поднять её пока. Переставить. А сейчас поднимем, он вдруг не мешает. На мой взор выдрали её. Вон хорошо прибито так. Накладываю по пол ведра. Ваше дело, я вам не командир. Не знаю, всё делайте без меня. Вы пока толкётесь, там вода прибывает. Тут надо делать всё очень быстро. А вы тут стоите, рассуждаете. Ну да, рассказывай, как чистится колодца. О, натяжка идёт. Ослабевай её, ослабевай. Скорей. Теперь не развяжет. Ну всё. Первое движение. Уже всё, всё. Всё, уже затянуто. Вылазь. То есть ни граммы не обдумано. Узлы и прочее. Ну отойди в сторонку. Просто завязать и развязать уже никак. Посмотри, что там. Почему не развязывается? Явное дело, что какой-то узел там или на узел завязали. Да это я завязал. Кто завязывал? Да я завязывал. Расстрелять, как Сталин. Расстрелять. Понимаешь, ты начинаешь ердичать, поэтому в тебя ничего не входит. Ты десятки раз будешь ошибаться. И вышибать из себя вот эту вот ядовитость я не могу никак. Зачем ты эти слова сейчас говорил? Фильмов насмотрелся, наигрался. Тебе только слушать и выполнять, как Шарикову. Придерживайте за веревку. Держи. Явное дело, что не то. А вода в это время набирается. Каждую минуту. А ты ердичь и стоишь. Стои и молись. Вот есть сзади. Попробуй палочку эту. Опустить, опустить. Все ваши загвоздки улетели. Не, она улетит. Все кончилось. Тогда я соборками обработаю. Она опускается, лестница вниз, и поэтому будет падать. На веревочку-то какую нашли, прям никудышную. У нас веревочек всяких полно крепких. Вот таких вот. Электричество отключили? А тут его нету. Отключили, отключили. Смотрите, он там отключен. Все, вытаскиваю. Вытаскивать? Нет, нет. Зачем? Все, которые в избу качать, никто не будет качать. Надо все шланги отсоединить. Убрать. Никуда не заталкивать. Что она сейчас скинула такой вот? Смотри сюда. Вот это все. Съемка кончилась? Нет. А чего она дергает? Ну, вы сюда вот пальцем нажали. Видите, вот красное, с буквами белыми. Как я нажал? Володя, можешь оторвать это? Да, можно, можно сейчас. Оторви навсегда. Никто не будет воду качать. Если колодец сходит, деревню не надо под город подгонять. Держите. Все. Убираю ее. Ты это сейчас в ведро положи. Ведро опускай ему. Ты опускать ведро? Куда опускать? Он же там висит еще на полпути. Ему инструменты положить. Ну, вытащи лопату. Мудришь. Возьми крючок сзади. Вместо того, чтобы ерничать, мозги рассупыли. Я первый раз, Игнать Тихонович, занимаюсь этим. Что, непонятно? Ему нужно... Сейчас рано лопату, то он до низу не ударит. Что вы стоете-то? Куда он с этой лопатой? Ему надо ведро, чтобы сложить инструменты. Ну, маленько-то думайте, что делаете. Болоза складываем инструменты. Надо включать насос, откачивать воду. Сейчас включаю. Сейчас включаю. Сейчас включаю. Воду надо откачать. Воду надо откачать. А он будет руководить. Вот, похватываю. Пускай он от земли маленько приподнимет его. Насос маленько поднимет, чтобы глину там не лакал. Вот этот бак накачали водой. Сейчас воду мутную и лонит. Большая ванна. Ванна. Больше метра, полтора метра длины. Эта ванна может быть как городская. Вот, под ногами теперь это. Все. У нас 25 здесь столбов. И там 35-60 столбов заготовили. Поленецы, три поленецы. Это Володя здесь живет. Володя, у него мы все в данный момент питаемся. Это его сарай. Володя ограда более очищена. Тут больше жила детей. Это у меня солодка в город. Корень солодки. Чеснок лежит. Ну и поленицы. Поленицы завалены. Три, четыре, пять. Видишь, у него как хорошо он заглял. Велосипед под замок. По стенам разная проволока. Кабель висит. Здесь лопаты. Часть досок. Картошка. Матушкина тут лежит. Из лагеря перевезенный на 10 рожков умывальник. Как там запах? Скоро. Соглялку. А до сих пор? Не за что? Я что-то до трех считаю. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Господь благословил иметь свой уголок. Дно не чувствуешь с лопатой? Нет, ничего не чувствую. Там под глиной дно есть. Не чувствую? Деревянное дно есть. Не чувствую пока. Пока нет. Надо... Я лопату полностью засовываю. А если тебе щуп спустить из проволоки стальной? Мне потом надо будет сразу горячий чай. Давай. Мира. 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 Старайся от края не трогать. Не бить. Иначе отарвется душа и убьет его. Продолжение следует... 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 Сергей из Украины, я помочь хочу вам, какая помощь, она каждый день работа Вчера с сущими возился, стал бы что курил, сегодня вот он едва гроссопоги не заливает Аккуратно А это что, чурка, вы ему спускали ее? Спускали ее, чтобы стоять на день Понятно Вода быстро прибывает? Да нет, не очень Ну тогда успевай Значит уровень воды подземный, опустился А весой она под горло подпирала Вера! И спеши, чтобы руль, дужку не оторвать Пока время свободное Я сходил на черноплодную рыбину, показал Вот, наколотил два Сколько времени я, как ушел, а у вас здесь бы не был? Сейчас? Не знаю Часа полтора Вот набил два ведерка Осталось еще 40 примерно сантиметров глины вниз А выбрали примерно полметра Ну я сказал, что не надо больше оставить на следующий год Да и время к обеду Держи крепче Лесиса привязана нарочно На веревочке это ничего не значит Так, Володя руками взял, нет ее? Взял, взял Взял, тогда держи крепче, держи За веревочку За круг надо зацепить ее Так Там она глубоко пойдет Да Крюк, 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 где крюкать бережки? Вон, крюк там Давай, давай, давай Крюк, крюк сюда Бережите к ней Крюк Вот Да, закручивай Вот так бережку Сергей, спроси, а отчемки никакая там борща? Водей не будет? Опускай вниз И влазь Ставь ее В другой угол Где стоишь Чтоб наклон был у ней В себе Вот так Все Благослови Давай наверх А ведро тебе? А это Труженик, дорогой Ты ведро еще там, да, осталось? Почему ведро? Нет, только у меня Нет ведра Лопату надо было заранее забрать у него Прижми к одному ногами Там кроме лопаты-то ничего у нее не было Мы можем сейчас ведро спустить и лопату у нее положишь Ну давайте спускай Давай Не надо ведро бежать Давай, вылазь так С лопатой вместе С лопатой вылазь Прижимается Настоящий водолаз Лестница уже вся выгнулась Не бойся, не бойся Поднимайся выше, выше Лопату убери И проще набери Проще, чтобы не выскочил Отступи Двое руками Так, вылазь Сейчас Загни там эти крючки разные Лестница шатается Не спеши Так, хватай его за шеворот Спортсмен Все Лестницу быстро вытаскивайте Уберите ведро с дороги С дороги ведро уберите Там поставьте Его потом чистой водой промыть Лестницу Э, подожди Ты рукой туда не лазь Это отдельном бедре надо Что ж ты напустишь там А, это ведро нельзя на пол ставить Мы же им щерпаем Дно его, ополосни дно у него Как это вы его Его только щерпать им А вы в нем глину разводите Ну теперь я садил Поварешка у нас грязная Быстро, пощерпи Промой ее и поставь на место в воду Этим ведром только наливать И обратно опускать Иначе мы просто чушки Промой свои ведра, выливай Так, теперь лестницу протереть Так, насос туда не опускайте Туда не за чем опускать Сейчас, подожди Я такую штуку буду наоборот сделать Так, это все правильно Так, это провод мы правильно сделали Чтобы она была у меня тоже впустите Я бы ее на крючок сделал Берут, помыть будем Какие брюки, все Все в глине Промокшее Все это отстирывается Вот только щепу не убрали Это плохо Со щепой теперь глина будет Это только в отвал Никуда, ни глина, ни щепа Такая смесь Да Теперь все подготовить и закрыть Чтобы еще туда не упало Думай, как обмыться маленько За стол сесть, переодеться Так Веревку Тщательно промыть Вот туда ведро Наливайте Ведра промойте И потом С чистым Никуда тем ведром Никуда Только черпать Подготовь, Володя, сразу Чтобы крышку закрыть можно было Вот где вы тут прорезали Туда закройте В это место Все Вон он молоток лежит Держи крепший молоток Шапка шахтерская Все 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 Угоняй Там загони Веревку убери Посмотри куда попало это Чтоб там ничего не попало Не говорил Не знал Не видел Шланг туда попал? Да Ну не проткни его А как он Его надо сдвигать Все Все Ну а дальше еще покрышку Навернуть Веревку Веревку сюда положите Вот на это Расстелите Чтоб она была Хорошо Протрите Сначала Главную глину А потом В чистой воде Потому что Мы ей все время Пользуемся И будем Грязные А потом Возьми ведро И протереть Лестницу Снизу Доверху И так же Потом С чистой водой Поняли А тут Полно Ну так Положи на крыльцо Чтоб туда не заходить С грязным Давай брюки Все снимай Постираю В теплой воде В холодной Ничего не мойте Нагрей воды Затопи печку И сам прогрейся Там застыл Вот так чистите Колодец Так достается Вода Вот это Настоящая жизнь Исаак Копал колодцы А языческие Пастухи Спорили с ним Он бросал Начинал копать Там не глина Камень Может быть И какие-то Известниковые Так что-то надо У меня надо Тапочки Тапочки Или ботинки Капк Chris Никита Идринес boys Извините Мне Пожалуйста Обувь Другий Другий Один Обувь Вот Сергей commercial лестницу потом чистой водой там чистой это ведро никуда только мыть только на доску и потом утопить чтобы она не была на солнце не ладно то что кору не убрали все залило грязью глина потом соберется это я соскреб сейчас и граблями сторону это одна курица осталась ягодку села черноплодку я тут был уронил вот это куда глину теперь и тос не знаю щепу куда-то стенки места ограды это надежда васильевна тут хозяйничка а там качелины еще отремонтировали каску понес вешать лестницу сейчас еще потерять чистота и поставить никита подойдет